Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 7 мая преподобный Нил Сорский, великий подвижник русской церкви, происходил из рода бояр Майковых. Иночество принял в обители преподобного Кирилла Белозерского. Здесь он пользовался советами благочестивого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троица Сергиевой Лавры. Преподобный много путешествовал по Востоку, изучая монашескую жизнь в Палестине и на Афоне. Возвратясь на Русь, он удалился на реку Сору в Вологодской земле, поставил келью и часовню, где вскоре возникла обитель с новым в то время у нас скидским уставом, заимствованным преподобным Нилом на Афоне. По завету преподобного Нила иноки должны были питаться трудом рук своих, милости не принимать только в крайней нужде, избегать веселюбия и роскоши даже в церкви. Женщины скид не допускались, монахам не разрешалось выходить из скида ни под каким предлогом. Владение вотчинами отрицалось. Расстелившись вокруг небольшой церкви в честь встретения Господня в лесу, в отдельных келях по одному, по два и не более трех человек, скидники накануне воскресных и других праздничных дней собирались на сутки к богослужению. Причем все ночи, на которые за каждой катизмой предлагали два-три чтения из святоотических творений, продолжались всю ночь. В прочие дни каждый молился и трудился в своей келье. Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме ясность, сердце сокрушение и любовь. В своих письменных трудах, предании учеником своим, хотящим жить и в пустыне и уставе, преподобный Нил подробно излагает ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень – отречение от мира, в частности, всяких мирских развлечений. Вторая – непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти. В своей жизни святой подвижник отличался крайней нестяжательностью и трудолюбием. Он сам выкопал пруд и колодец, вода которой имела целительную силу. За спятой жизнью старца Нила глубоко почитали современные ему русские иерархи. Преподобный участвовал на соборах 1490-1503. Избегая почести и славы мира сего, он перед своей кончиной завещал ученикам бросить тело его на сиденье зверям и птицам или похоронить без всяких почестей на месте его подвига. Скончался святой на 1776 году жизни 7 мая 1508 года. Мощи его, погребенные в основанной им обители, прославились множеством чудотворений. Русская церковь причислила его к лику святых. На русском языке издано предание ученикам своим о жительстве скидском. Преподобный Нил Сорский, первооснователь скидского жития в России и устав его о жительстве скидском в переводе на русский язык. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok